Здравствуйте! Меня зовут Николай Команцев, и вы снова смотрите телепроект «Знай наши». И поверьте, делайте это не зря. В Могилёве есть десятки компаний, которые занимаются продажей спецодежды и обуви для работы. Изучив разные предложения, я решил посетить магазин спецодежды, что на пожарном переулке 7. Почему его? Ну, потому что здесь впечатляющий ассортимент. Более 200 позиций. О, звонок. Есть кто живой? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Николай. У нас одежда для всех практически отраслей производства. Только так называемых летних спецкостюмов в торговом зале я насчитал 25 видов. Это хороший показатель, ведь здесь можно себе найти спецодежду по вкусу. Ну, например, сотрудник строительной компании или фермер. Это очень удобная ткань. Она идёт 50 на 50. То есть, как понять 50 на 50? А теперь рассказывай. Значит, внутри, смотрите, она идёт полностью хэбэшечка. Ну, да, телу приятно. То есть, телу приятно. Не потеете летом. И, как говорится, не холодно зимой. Не холодно зимой. Да. О достоинствах именно этого костюма Наталья рассказывала ещё мне минут 15. К плюсам. Хороший дизайн, универсальная ткань, возможность изменять размер, большое количество всевозможных карманов и карманчиков. Я добавил бы ещё один. Качество пошива. Вот. Ну, посмотрите. Классно? Классно. Причём внутренние швы все шиты тремя швами. Тройной шов – это хорошо. Светоотражающие вставки – замечательно. А вот что касается одежды с повышенной степенью защиты. Оказалось, в магазине на пожарном «Семь» есть и такая. А вот это что такое? Это специфическая, скажем так. Ох, ничего себе! Рабочая одежда, два костюма, которые предназначены для работы сварщиков. Это кожа, необработанная кожа, которая не горит. Путешествуя дальше вдоль прилавков, я обнаружил отличные жилетки с водоотталкивающим верхом и утеплённые натуральные овчины. Рядом мною были замечены майки и поло из стопроцентного хлопка, светоотражающие жилеты и… Светоотражающие подтяжки. Согласитесь, название смешное, но для велосипедистов – отличный вариант. Также моё внимание привлекли пару зимних комбезов. Вот эта куртка, она выдерживает два часа при температуре минус 60. Так что рыбакам и охотникам на заметку. А ещё для меня стало открытием, как выглядит современная защитная рабочая обувь. Модный дизайн, верх – натуральная кожа, внутренняя отделка обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, кроссовки антистатичны, носок способен выдержать нагрузку. Внимание, до 200 джоли. Это, представьте, вам на ногу с метрою высоты падает 70 килограммов груза. А ноги в этом кроссовке – хоть бы что. Кстати, ещё одна особенность. Приходили наши коллекторы, рассказывали, что капнуло масло, загорелось, потушили, не осталось даже капельки. В общем, такая спецобувь – отличная альтернатива некогда популярным кирзовым сапогам. Да, чуть не забыл, в магазине на пожарном переулке «Сем» можно купить резиновые сапоги, внимание, с усиленным носком. Ну, а на следующем стенде была представлена коллекция рабочей медицинской одежды. Есть костюмчики такие хирургические, которые уже подходят и женщинам, и мужчинам. То есть, в основном, это хирурги, все наши врачи – мужчины. Я вижу, стоматологи. Стоматологи. У нас есть такие халаты, костюмчики, которые, ну, можно сказать, вообще для всех сфер обслуживания, включая не только медицину. Замечу, эта коллекция сшита из ткани с повышенным содержанием хлопка. Ну, и также, помимо одежды всей рабочей, у нас присутствуют средства индивидуальной защиты. От такого изобилия у меня прям-таки заребило в глазах. Здесь тебе и защитные наушники, и сварочные очки, и маски, респираторы, регулировочные жезлы, фонарики всех мастей, наколенники и перчатки с разными степенями защиты. А от каскетки – это бейсболка-сказка – я был вообще без ума. Одним словом, вспомнил детство. Вы знаете, я вот в магазине спецодежды ощущаю себя, как в детской комнате. А знаете почему? Здесь все ярко и все надежно. Человек всегда стремился к знаниям. Это еще один факт. Смотрите телепроект «Знай наше» и делайте для себя полезные открытия. «Знай наше» и делайте для себя полезные открытия.